так теперь да 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 вы не дошли до этого места мне там задается вопрос потому что заболели у человека заболела смородина в таких случаях есть два варианта первый общий призывный берете бегом ларек там где продают фонгициды и начинаете поливать 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 заодно отравляя спасая отравляя его отравляя себя по железу проверено начиная с 5 года вы нормально развиваются молодые деревья практически не болеют болезнь они копят с возрастом обязательно с возрастом выберете самую мощную из этих веток она обычно самая старшая самая мощная она прекрасно плодоносит у вас перед глазами стоит урожай последнего года но вы весной осенью нежелательно чтобы ран было меньше вырезаете ее полностью торец замазываете самую лучшую и просто самую мощную она же самая лучшая ветка и на следующий год другая заменит как самая лучшая тоже не жалея плача но вырезаете только не будет копиться болезнь на смородине и не придется ее колесить в смысле это заливать ядами вот такой ответ так ты меня вы меня назвали на ты на здоровье я вас вызову сестрой значит будем считать что вы на 3 ладно так снегирев хотел спросить есть два саженца сергей же один белый налив второй полтонатинский вопрос какое деревья будет выше по размеру зависит от этого потому что я вижу себя и так корневой отводки еще выравнивать сейчас вам покажу вот почему у меня такие старые фотографии сейчас 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 покажу старую фотографию белого налива нужно прикинуть как он выглядит вот я так уважаю старые деревья вот белый налив видите красавец это одно из моих первых деревьев его нет живых почему прекрасные плоды как вспомнить их жители ну то есть а приезжих из из русского угощая вот первое дерево до 80 год едят крупные яблоки с розовым налетом откуда народ взялся не положено белому налил я положено пока не стал соображать на эту же самую сибирку которая является какой бордовый видит отсюда и прозовым налетом и другого нет еще надо иметь рядом красные яблоки по соседству а нет таких остается только вегетативный гибрид люди в диком восторге плоды 200 грамм невероятно вкусно с кислинкой но оказывается 10 человек 9 предпочитает кислинку это статистику уже не моя это же наблюдение со всех этих статей отовсюду от разговора от того что в моем саду вот подальше королевский слаще не бывает и отжигали лучше не слаще а вкуснее заметьте и слаще а вкуснее так далее а с украины привезет и вот такой белый налив как его теперь сравнить с этим имея вот это предельный возраст после этого было спирено это дерево почему вот яблоки с каждым годом мерцали 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 а почему мешали убавить урожай невозможно количество яблок немерено потом они лежат греют я их не убирал и дурную работу делать эти же яблоки вернулся на дерево просто вот цепочка работает пищевая потом сильнейшая обрезка оставлял пельки по полтора метра то есть не пельки ну да пельки то есть все скелетные ветки отрезал и опять они красивые но два-три года и опять и дичали и тогда уже надо было место освобождать вот тогда уже пила вот так вот вот его предельный размер привитого ну не маленький ну правда девчонка ты где-то метр пятьдесят моя вот это племянница вот сколько полтора полтора метров 6-7 достигает ну или этот такой же алматинский апарт такой вот я как мог ответил на ваш вопрос и что получается получается что вопроса больше нет нас мало 29 человек ну как тут это нет новички нужны новички новички я когда вижу незнакомого привет я больше всех рад вас видеть приезжает приходит ко мне на вебинар на семинар в москву три дня сидит чего-то пишет потом выясняется главный редактор настоящий журналист настоящий единственный вот представительное хозяйство знали что я там я даже печатали и прислали журналист ваши шестьсоток печатали меня печатали 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 целый год печатали назвали ла варианта дали 15000 премия предложили меня отправить в африку трубки вернусь в африке гориллы злые хоркодил я отказался от путевки в африку вот ваши шестьсоток крупнейшие газеты не прислал никого на мой семинар посмотреть оценить я потом и узнавал это перебрала всех терпеть не любили это самый журналист именно из преследного хозяйства я не кричал что они плохие или неправильные я вообще их не имел ввиду я просто брал и говорил вот это неправильный прием это неправильный они принимали все на свой счет потом начали меня травить потом начали устроить провокацию под моей фамилией выступал человек которого место в сумасшедшем доме под моей фамилией это была такая провокация подлая и что вы думаете зато я узнал собаку какую каждого здесь я спросил какой у вас кто со мной спорил согласился и какое у вас образование вообще никакого самому ли слова какой дачи на обрадовать то всех дачи сюда покопался а потом они выступают судьи вот это письмо опубликуем а вот это нет тут написано ямку посадить руку понятно ямку а это взял письмо придурок писал написал не хочет у меня это сам нет плодоносит яблоки такие мелкие таких это порчал топор срубить нет уставались и шалка у меня и у него это сам яблоки сами крупные пример берите и такое письмо напечаток тоже провокация сам обыкновенно настоящая вот так так что уважаемые сходите сказал граждане до граждане россии греблих вот как я вам благодарен до сих пор если бы не вы хоть я поверил себя а у меня все же это я первый фотографировался журнала вашего замечательного страница где вы меня печатали надо будет как-то разобраться или отдельный фильм сделать показать уж больно журнал красив я свои статьи не узнавал его не исправили ни одной запятой вот за что я благодарен ну все друзья наше время истекает вот а письмо пришло а нет не пришло про белый нори про порт я уже сказал еще прощаемся друзья а то вы не захотите в следующий раз сюда заявляться надо как-то раз не получилось рассылка половину людей нету раз рассылка не получилось давайте помогайте очень раз прошу это так легко это так просто взять и разослать несколько этих ссылок папа по своим друзьям ведь есть еще люди и просто не знают о нас о нашем кружке вот что плохо и когда у них не будет садов пока не пришли к нам не присоединяться вот давайте пока друзья помогайте еще надо за полцены я раскатывал 50 процентов скидка на середине на хорстике на семечке поехали вот налетай подешевела серьезно еще не поздно у меня был сегодня случай один из вас ну не буду там фамилии просят значит что он сделал зная про скидку он написал пришлите мне то а нет и он заказал и у меня чудо было 10 черенков персика заказали я так обрадовался сергей остались персики но был по 300 рублей я предлагаю за 100 вот такой еще этих венчик есть и он всех дистан заказал это один пример это 10 черенков без цены за 1000 рублей есть такое сегодня или вчера неважно и второй вот этот момент он очень интересный знаете чем может отключаться но кому интересно значит он пишет я готов потратить 5000 рублей дальше он пересисил самая растут абрикосы черенки еще черенки еще черенки потом прошли косточки значит самое снова выбирал слова самая самая уникальная самая чуть ли не вычеркнуть знаете как улица супер то есть слова супер вот и пересисил где-то на 1000 рублей всего на тысячу несколько черенков и несколько пакетиков с этими можно полторы и пишет я готов потратить 5000 я сижу и думаю это означает так скидка 50 процентов тогда я должен собрать его посылку по 100 рублей черенки по 15 или 10 рублей косточки еще полторы тысячи пять как не заработать и тогда я беру и говорю давайте так присылайте 5 а я вам положу на 10 и цифра 1 и 4 0 вот на такую сумму я вышел он согласился зачем ему это можно было скидка 50 то есть скидка получила 50 процентов вместо 5000 он мог прислать 200 500 и все я доволен все таки это не выбрасывай же добро такое а я уже предложил а я за 10 еще согласился вот уже посылка к нему прошла что он будет делать таким количеством семян и сам не знаю я еще сказал люле чего есть лови еще больше вот он тёпнется когда увидишь куда цели тебя а зачем он тогда писал про 5000 готов потратить а я доволен я на нем заработаю и меньше выбрасывать придется вот на этом я заканчиваю свою речь почти как шахерезада так больше не было ничего а больше ничего нет все друзья я прощаюсь но большинство видят записи вот до свидания до свидания